Привет, доброе утро! У нас уже день следующего, утро следующего дня. Сейчас у нас уже 9. На одних часах 9 без 2 минут, на вторых часах 9 и 6 минут. Вот неважно, короче 9. Сейни очень интересный перекрыл дом. Аша же здесь вчера прибрался, игрушки, вот видите. Классно, когда все убрано, но это буквально на 5 минут, если Лия здесь. Опа, и Лия уже здесь. Ку-ку! Как дела? Мы с Лией собираемся сейчас через час. Уже оказаться в пиццерии. Нас пригласила моя подружка. Я не уверена, что я хочу кушать пиццу. Я пока еще не голодная, я выпила сейчас кофе. Но в принципе, если я буду голодной, то мне будет уже пофиг, что кушать, я буду только пожрать. Кстати, у меня сейчас помада Revlon. Она у меня не новая, но она у меня абсолютно целая, как будто новая. Мне она не нравилась никогда раньше цвета, а сейчас я ее использовала где-то раз в год. Ей уже года три, наверное, в моей помаде. Два-три года, я не знаю, если не больше. И вот у меня какой-то голос странный, как после курева. Может быть, кофе сделал такой мне голос. В общем, сейчас я ее нашла, в шкафу нанесла, и мне очень даже понравилось хоть что-то новенькое на губах, которые остаются с тобой на весь день. Я обожаю такие. Я использую такие Revlon. У меня несколько штук таких, штук пять. Мне нравится, что ты нанес, и все, и ты весь день будешь с ней. Конечно, она будет немножко у тебя испаряться с губ, да, немножко цвет будет угасать за счет того, что ты кушаешь и пьешь. Но, тем не менее, она будет оставаться, и ты всегда будешь вот чуть-чуть, но при макияжике. Еще я накрасила ресницы, и на большее меня не хватило. Так что мы сейчас скоро пойдем увидеть мою подружку. Я подружку свою не видела. Я вот сейчас пыталась посчитать, пока красила ресницы, сколько мы не виделись. Месяца полтора, если не два. Мы видели с ней еще до родов. Она родила недавно доченьку маленькую, хорошенькую. И вот мы видели с ней последний раз буквально вот за пару недель до родов. Потом она родила, и сейчас ее малышке уже месяц. Так что увижу сегодня ее малышку. Вчера у нас прошел емкий пур. Для меня он прошел чик-чак за одну секунду, а для Ашера я не знаю. Для меня реально очень легко прошел, потому что я же не постилась. А Ашеру было тяжеловато уже под вечер. Ну, он большую часть времени, кстати, емкий пура провел в кровати. Еще он очень много вчера спал. Мы ходили вчера с Люшей гулять. Упрощает твой цом, твой пост. Ты не сидишь без дела, потому что делать ничего нельзя, я вам рассказывала. А ты спишь, отдыхаешь, набираешься силы. Единственное, под вечер он сказал, что ему стало хотеться очень сильно есть. Ну, это нормально, да, он уже сутки не кушал. Он сказал, что для него большая проблема не то, что пить нельзя, а то, что есть нельзя. Но он говорит про пить. У Люши новая фишка вот так и везет. И Ашер говорит, что это я ее научила. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я так везала? Когда мне больно, я могу вскрикнуть. Или страшно. Или Лия меня шлепнет по лицу. Я могу вскрикнуть, но не везать же так. А Ашер говорит, ты везишь, и вот она за тобой везет. В общем, все, у нас съемки пур позади. В среду вечером к нам придет Суккот. Это такой праздник. Тоже еврейский. Завершающий праздник, правда, он будет очень долго, он будет целую неделю. У нас будет ужин с семьей опять. Лия сражается с пакетом, который папа притащил. А, у нас пакет от Toys R Us. Смотрите, Toys R Us. Игрушки, это мы. Черепаха. Молодец. Она начала говорить слова с года. Ну, такие простые мама, папа, аба, Лия, она в год уже говорила. И вот ей сейчас год и 10 месяцев. То есть она, ну, грубо говоря, 9 месяцев она говорила только новые слова на иврите. Всякие там, ну, легкие, которые вот там пара, пар-пар, пор и так далее. Легкие слова ивритские. Она говорила только на иврите. На русском она все слова игнорировала. И вот буквально недавно, может быть, месяц назад, полтора месяца назад, она начала активно повторять и русские слова. Это очень классно, я очень рада. И вообще она уже не различает, какие слова ей говорить. Она просто слышит какие-то фразы у нас, выражения, и даже их повторяет. Даже если они не адресованы лично ей, она все равно их повторяет. Леуша, мы скоро пойдем, у нас 9.15, часы показываем. Ладно, я сейчас это подзаряжу камеру, потому что я боюсь, что она у меня разрядится. Я заряжала ее последний раз пару дней назад. Лия, там Ляля, она плачет, да? Все, все. Смотри, как она внимательно сносит. У Леши валей кошек. Лия, покажи, где Ляля. Правильно, там, да. Мы сейчас пойдем кушать, возможно, в каньон, потому что пицца-хата оказалась закрыта. И сейчас уже довольно жарко на улице. Тебе жарко, Оль? Ну, так, относительно. Смотри, как я одета. Мне очень жарко. Я не знаю, как тебя найти в Ютубе. А, ну я тебе могу ссылку скинуть прямо в WhatsApp. Да, на тебя, да, вышло. А у тебя есть этот Инстаграм? Инстаграм? Ага. Да, классно. Но в каждом кафе, понимаешь, по-разному. Мы гуляем с подружкой. Ее лялечка уже заснула. Моя лялечка скоро тоже будет спать. Мы зашли в H&M. Я купила себе джинсы светлые. Там они лежат. Очень такого приятного цвета. Очень жарко у нас сейчас на улице. Вот мы покушали очень вкусно. Израильский завтрак. Я уговорила ее покушать. Мы сначала хотели поесть пиццу, но пиццерия оказалась закрыта. Поэтому мы зашли до каньона и поели израильский завтрак. У меня задание приглядывать за ее малышкой. Так, чтобы все было хорошо. Она спит у нее сейчас. Потом мы, в общем, пошли в H&M. Там пошарились. Посмотрели для лялечек вот таких, как ее малышка, всяких вещей. И сейчас просто будем гулять. В принципе, подруге уже скоро пора домой будет пойти, потому что у нее сын скоро со школы придет. А я позвоню Ашу, чтобы он нас забрал. Но мы еще часок где-то походим. Правда, очень-очень жарко. Лия вроде хочет спать. Ты хочешь спать? В принципе, мы сейчас в центре города. Столько, что забрал Ашер. Мы сейчас едем к свекрам. Ашер взял с собой памперсы, планшет и кашу, надеюсь. Лия очень устнавшим нас в Ашер. Ты понимаешь, что мы не были в пиццахале? О, это было страшно. Аз... Ну, не знаю. А что мы ем? А что мы ем? Что ты думаешь? Ты знаешь, как это? В паконион! Мы были в паконион! Что это? Это гетер микроволючка. Да. Ты сделаешь это изменение в несколько месяцев. Но только что вышли от родителей, что поскольку мы накормили пастой. В томатном соусе. Сейчас у нас уже время 3.10. Люшенька у нас осталась у родителей на сон. Мы ее принесли, в принципе, спящей. Родители ее сразу уложили. Она до сих пор там спит. Потом она приснется и ее покормят. Сейчас мы поедем домой. У меня дело очень много дома. Говорила ли я вам, что за место вторника... Потому что во вторник родители будут готовиться к сукоту. Это праздник. Сегодня они решили ее взять с садом. И внезапно они решили ее взять сегодня. И поэтому мы сейчас вот после прогулочки с подругой сразу с Ашером привезли малышку. Так что мне нужно сейчас воспользоваться максимально этим временем. и что-то поделать. Я только что приняла душ. Я в рубашке Ашера. У меня есть выбор. Либо я сейчас пойду, лягу и буду отдыхать, бездельничать, чатиться, или позвоню к кому-нибудь, или просто посмотрю что-нибудь, либо помонтирую. Либо я сейчас иду на балкон, беру одежду, которая высохла, и начинаю гладить. И вообще что-то делаю по дому. Я выбираю второе. Потому что пока ли я у бабушки, мне нужно заняться делами. Плюс я хочу сейчас еще поставить стирку новую. Поглажу вещи, которые с балкона, и потом чесать через полтора, через час. Развешиваю вещи, которые постираю. В общем, у меня сейчас в кабинете. Ушел в кабинет, я его закрыла, он там работает. Я не хочу ему мешать, и не хочу, чтобы мы друг друга отрекали. Потому что мы сейчас за разговорами в машине просидели, может быть, минут сорок. Пока нагревается мой утюжок, я хочу проверить, сколько сникерсов у меня осталось в холодильнике. Просто она, наверное, издевается. Сникерсов осталось столько же, сколько и было. Короче, я думаю, что ничего сейчас интересного не будет. Я сейчас возьму... Okay, whatever. Одену наушники и буду слушать YouTube. Буду гладить и слушать YouTube. Где мои наушники? Это выглядит как детская кроватка, но на самом деле это не детская кроватка. На самом деле это мой личный кабинет. Где у меня обычно лежит камера, ноутбук, зарядки, батареи, флеш-карты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok